Норвегия проведет испытание БЛА-С-100 КАМ-КОПТЕР в арктических условиях. 17 мая 2019 года ЦАМТА Норвегия проведет испытание БЛА-С-100 КАМ-КОПТЕР в арктических условиях. БПЛА ЦАМКОПТЕР С 100. Источник изображения www.tarmsexpo.ru ЦАМТА, 16 мая. Норвежский испытательный центр НИА выбрал беспилотный летательный аппарат вертолетного типа С-100 КАМ-КОПТЕР австрийской компании СПО для испытаний в Арктике, которые планируются начать осенью 2019 года. Согласно пресс-релизу СПО БЛА-С-100 будет размещен на судне береговой охраны Норвегии в Антфьордине, Северная Норвегия, в рамках проекта Arctic 2030. Следующий этап проекта предусматривает развертывание аппарата на Шпецбергене весной 2020 года. БЛА-Австрийской компанией был выбран с учетом его репутации на рынке ПВН и успешной эксплуатации в морской среде и в разных странах мира. В базовой конфигурации С-100 КАМ-КОПТЕР способен выполнять полет в течение 6 часов с одновременным размещением на борту полезной нагрузки нескольких типов, предлагая заказчику значительную гибкость в ее использовании. С-100 также обладает рядом важных преимуществ для применения в Арктике. Он способен работать в суровых погодных условиях, выполнять полеты при температуре до минус 40 град. С-1. Являясь БЛА-вертолетного типа, платформер КАМ-КОПТЕР не требует дополнительного оборудования для запуска или возвращения на борт судна, а его компактные размеры позволяют использовать аппарат на морских платформах с малыми размерами палубы, таких как патрульные катера океанской зоны. Ранее С-100 КАМ-КОПТЕР успешно прошел серию интенсивных испытаний на канадских кораблях ледокольного типа. В частности, аппарат был развернут в 60 морских милях к северу от острова Фова, предоставляя информацию о ледовой обстановке, а также определяя границы между плоским и неровным льдом. Целью проекта «Арктик-2030» является демонстрация возможностей использования БЛА-вертолетного типа в Арктическом регионе для повышения безопасности на море. Для этой цели С-100 будет оснащен ЭО, их станция ПТО и электронной разведки, системы обнаружения целей. ПТ-8 Аушнг компании «Овервач имиджинг» Приемником автоматической системы идентификации и широкополосным радиоприемником МОД «Радиона». Данная комбинация полезных нагрузок, как считается, повысит готовность норвежских служб к чрезвычайным ситуациям в регионе и оказанию поддержки в поисково-спасательных миссиях. Право на данный материал принадлежит сам-то. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.